здравствуйте уважаемые подписчики и гости нашего канала мы рады приветствовать вас на нашем канале и благодарим за то что вы выбрали наше видео для просмотра не забывайте подписаться на наш канал и нажимать на колокольчик чтобы не пропустить новые интересные видео ваша поддержка очень важна для нас сегодня в этом видео мы поговорим о предсказаниях итальянской предсказательницы мавис ее пророчества охватывают множество важных событий включая новый мировой порядок будущее россии и сша а также судьбу россии и белоруссии несмотря на то что имена таких знаменитых пророгов как ванга и нострадаму с известным многим предсказаниям мавис остаются в тени однако она много лет назад предсказала судьбу всех ведущих мировых держав мавис итальянская предсказательница о которой знают немногие но ее пророчества уже давно стали предметом изучения и обсуждения среди тех кто интересуется предсказаниями и их влиянием на современный мир несмотря на то что ее имя не столь известно как имена ванги или нострадамуса ее видение о будущем мировых держав не менее значимы родилась мавица небольшой итальянской деревушке в начале двадцатого века самого детства она проявляла необычные способности могла предугадывать события видела вещи и сны и чувствовала энергии недоступные обычным людям ее дар стал проявляться особенно ярко в юности когда она начала предсказывать события с поразительной точностью с годами ее слава разнеслась по всей италии и люди начали обращаться к ней за советом и помощью мавиц не искала публичности предпочитая вести уединенную жизнь но ее предсказания распространялись благодаря тем кто имел честь с ней общаться она предсказывала различные события касающиеся не только италии но и всего мира однако особое место в ее предсказаниях занимала россия мавис всегда проявляла особую симпатию к россии ее пророчества часто касались той великой страны и ее будущего еще в конце двадцатого века она говорила о возвышении россии после тяжелого периода распада советского союза и экономического кризиса ее слова оказались тогдашним слушателям фантастикой но время доказала правоту ее видений одним из наиболее известных и значимых предсказаний итальянской прорицательницы мавис стало ее пророчество о возвращении крыма крыма в состав россии она предсказала что события задолго до его реального воплощения еще в конце двадцатого века когда казалось что крым навсегда останется частью украины мавис говорила что крым вернется домой и это событие станет важной вехой в истории россии ее предсказание сбылось 2014 году когда после референдума крым был официально включен в состав российской федерации это событие вызвало международный резонанс и многие удивились точности предсказания мавис она утверждала что возвращение крыма будет непростым процессом сопровождаемым политическими проблемами и разногласиями мавис предупреждала что возвращение крыма в состав россии вызовет длительные тяжелые политические проблемы и разногласия она говорила что международное сообщество не примет это событие однозначно и что на россию будет оказываться сильное давление со стороны западных стран так и случилось после возвращения крыма последователи последовали санкции введенные против россии рядом западных государств и политическая изоляция которая создала множество экономических и дипломатических трудностей для страны мавис утверждала что эти проблемы будут длиться долгое время но россия сможет их преодолеть благодаря своей стойкости и вере в справедливость особое место предсказаниях мавис занимала миссия россии по разрушению старого мирового порядка и возвращению веры в справедливость она верила что россия сыграет ключевую роль в преобразовании мировых устоев и установлении нового порядка основанного на справедливости и правде мавис видела россию как государство которое восстанет после трудных времен и станет символом возрождения и духовности она говорила о том что россия не только восстановит свою экономику но и заново расставит приоритеты обратившись к традициям и духовным ценностям по ее словам россия станет той силой которая вернет человечеству веру в справедливость разрушив старые западные правила основы на абсолютной свободе и потреблении мавис утверждала что возрождение россии будет происходить как и на экономическом так и на духовном уровне граждане россии по ее мнению должны будут заново осознать что важнее материальные блага или духовные ценности она видела в россии пример для других стран который покажет что истинное процветание возможно только при гармоничном развитии как материального так и духовного начала итальянская прорицательница мавис известно своими точными предсказаниями более 20 лет назад увидела будущее россия полное возрождение и процветания 90-е годы когда ее предсказания оказались фантастикой на фоне экономического и политического кризиса ее слова звучали как обнадеживающаяся сказка однако мавис была уверена в том что россия преодолеет все трудности станет великой державой 90-е годы россия переживала один из самых тяжелых периодов своей истории распад советского союза привел глубокому экономическому кризису сопровождаемую гиперинфляцией массовой безработицы и социальной нестабильностью в это время страна столкнулась с многочисленными вызовами включая преступность коррупцию и политическую нестабильность мавис несмотря на все эти трудности верила в будущее процветания россии она видела что путь к возрождению будет долгим и трудным но неизбежным по ее словам к середине 2010-х годов в россии начнется переломный момент после которого страна вступит на путь устойчивого развития она предсказывала что после 2023 года россия станет примером для других стран демонстрируя не только экономическое но и духовное возрождение одним из ключевых аспектов пророчеств мавис было упоминание о важности духовного возрождения наряду с экономическим по ее словам истинное процветание невозможно без гармоничного развития как материальной так и духовной сферы она считала что россияне должны будут заново осознать что важнее бездумное потребление или духовность и традиции мавис утверждала что экономическое возрождение россии будут сопровождаться возвращением к традиционным ценностям и вере она видела в этом ключ к устойчивому развитию и процветанию пророчица говорила что запад с его идеологии абсолютной свободы и потребления потеряет в долгосрочной перспективе уступая странам которые сохранят свою идентичность и духовные корни итальянская прорицательница мавиц предсказала что в будущем значение москвы как центра россии существенно снизится ее пророчества говорили о том что столица перестанет быть единственным финансовым и культурным центром страны вместо этого акцент сместится на другие регионы такие как сибирь и карелия по ее словам именно эти территории станут новыми центрами развития и процветания россии мавис предсказывала что провинция перестанет быть синонимом безнадежности и бедности она видела что на гигантских просторах россии начнут возникать новые прекрасные города особенно в сибири и за уралом эти регионы богатые природными ресурсами станут ключевыми зонами экономического роста по ее словам здесь будут строиться новые предприятия создавая рабочие места и привлекая людей из других регионов и даже стран мавиц также предсказала массовую миграцию в россию она говорила о каком-то масштабном событии который подтолкнет людей из других стран переселяться в россию эти люди будут осваивать пустующие ныне территории особенно в сибири и на севере страны провидится видела что в будущем россия станет домом для множества людей которые ищут новые возможности и стабильную жизнь по ее словам сибири карелия станут новыми центрами развития россии не только за своих природных богатых ресурсов но и благодаря усилиям правительства по развитию этих регионов она предсказывала что в этих регионах будут созданы благоприятные условия для жизни и работы что привлечет множество людей она также говорила о том что миграция будут сопровождаться строительством новых городов и поселений эти новые населенные пункты будут отличаться современными инфраструктурными решениями и высоким уровнем жизни мавис видела в этом ключ к процветанию россии так как равномерное распределение населения и экономическая активность по всей стране будут способствовать устойчивому развитию пророчица также упоминала что миграция будет происходить не только из экономически нестабильных регионов но из тех стран где люди будут искать лучшей жизни россия станет привлекательной для многих благодаря своим ресурсам стабильности и возможностям для роста это приведет к увеличению численности населения и развитию новых экономических центров в будущем по словам мавис сибири карелия станут новыми столпами российской экономики и культуры эти регионы будут играть ключевую роль в развитии страны и станут примерами успешного освоения и использования богатейших природных ресурсов россии предсказания мавис дают надежду на светлое будущее где различные регионы страны будут развиваться гармонично создавая условия для процветания и благополучия всех граждан итальянская прорицательница мавис говорил о том что россия сыграет ключевую роль в изменении мирового порядка ее пророчества предвещали что россия встанет на пути разрушения старого мирового порядка который долгое время доминировал на международной арене мавис утверждала что мир построенный на западных правилах придет к своему логическому завершению и россия будут инициатором этого процесса по ее словам россия сможет вернуть человечеству веру в справедливость что станет основой нового мирового порядка этот новый мировой порядок будет основываться не на доминирование отдельных государств а на сотрудничестве и взаимопомощи между странами россия с ее глубокими духовными традициями и богатая история станет моральным и духовным лидером этого нового мирового порядка мавис предсказывала что современное поколение россиян будет играть ключевую роль в этом переходе она верила что россияне смогут преодолеть внутренние и внешние трудности чтобы достичь этого нового уровня развития это будет время когда россия снова станет великой державой не только в экономическом но и в духовном смысле она видела что именно россия сможет предложить миру новый путь основанный на справедливости уважение к традициям и истинным человеческим ценностям интересным аспектом пророчеств мафиц было ее мнение о бывших республиках ссср в отличие от многих других пророков она утверждала что россии не нужны бывшие советские республики для достижения ее великой миссии по ее словам россия должна сосредоточиться на своих собственных ресурсах и возможностях они на попытках восстановить союз мавис считала что россия должна мыслить более широко и глобально создавая новые союзы и альянсы на основе общих традиций и ценностей а не исторических привязанностей она утверждала что россия будет строить свое будущее опираясь на внутренние силы и ресурсы они на внешнюю экспансию или восстановление старых границ пророчество также предсказывала что россия будет играть ведущую роль в создании нового международного сообщества где страны будут объединены не политическими или вали военными альянсами а общими духовными и культурными ценностями это новое сообщество будет основана на принципах равенства справедливости и взаимоуважения итальянская правитель прорицательница мавиц не не обходила своим вниманием и экономическую ситуацию в россии она говорила о том что россия столкнется с серьезными экономическими проблемами которые будут продолжаться какое-то время она предсказывала что экономические трудности станут неизбежным этапом на пути к возрождению и процветанию страны она предупреждала что этот период будет трудным но важным для становления новой россии согласно ее пророчеством российская экономика будет продолжать испытывать испытывать потрясения и сложности что отразится на уровне жизни граждан однако мавиц также утверждала что эти проблемы со временем будут решены и россия сможет выйти на новый уровень экономического развития она верила что стране удастся преодолеть все трудности и восстановить свою экономику сделав ее сильной и стабильной прорицательница предсказывала что после периода экономических трудностей россия начнет постепенное восстановление и рост это будет не мгновенное чудо а результат долгого и упорного труда изменений в политике и управлении а также внедрение новых технологий и инноваций мавиц была уверена что россия сможет использовать свои огромные природные ресурсы и потенциал для того чтобы восстановить экономики улучшить жизнь своих граждан мавиц также говорила о глубинных изменениях в обществе которые будут сопровождать экономическое восстановление по ее мнению изменения коснуться не только экономики но и отношения к деньгам и материальным ценностям она предсказывала что россияне начнут переосмысливать свои приоритеты и ценности осознавая что деньги и материальные блага не являются единственным мерилом успеха и счастья пророчица верила что в будущем россияне будут больше ценить духовные и моральные аспекты жизни такие как честность справедливость взаимопомощь и уважение к традициям она утверждала что эти изменения будут способствовать созданию более сплоченного и гармоничного общества где материальные ценности займут свое место но не будут доминировать над духовными и культурными а мавиц также предсказывала что в россии произойдут изменения финансовой системе и отношение к деньгам она считала что в будущем деньги останутся важным средством расчетом и обмена но их роль в обществе изменится люди начнут видеть деньгах не сама цель а инструмент для достижения более высоких целей такие как улучшение качества жизни развития образования и науки поддержка культуры и искусства итальянская предсказательница мавис предрекала объединение россии и белоруссии единое государство с общим правительством это пророчество звучало весьма амбициозно и масштабно учитывая политические и исторические различия между этими двумя странами по словам мавис объединения будут не просто формальным слиянием а глубоким интеграционным процессом включающим создание общих государственных институтов и политических структур она утверждала что россия и беларусь найдут способ объединить свои политические экономические и социальные системы создавая прочное стабильное государство это объединение по ее словам станет важным шагом на пути к новому мировому порядку в котором россия и беларусь будут играть ведущую роль мавис считала что объединение двух стран станет возможным благодаря их общим историческим корням культурным традициям и близким языкам она предсказывала что жители обеих стран поддержат этот процесс видя в нем шанс на улучшение качества жизни усиление международного влияния и укрепления национальной безопасности пророчествах мавис особо подчеркивалась доминирующая роль россии в новом государстве по ее мнению именно россия станет главным двигателем интеграционного процесса обеспечивая политическое руководство и экономическую поддержку она видела россии в качестве сильного и влиятельного партнера который поможет белоруссии адаптироваться к новым условиям и воспользоваться преимуществами объединения мавис предсказывала что в новом государстве россияне будут играть ведущую роль во всех сферах жизни от политики и экономики до культуры и науки она утверждала что российское руководство возьмет на себя ответственность за формирование стратегического курса нового государства определяя его приоритеты и цели однако по мнению пророчицы доминирующая роль россии не будут означать угнетение или подчинение беларуси она верила что объединение будут основаны на взаимном уважении и сотрудничестве где каждая страна внесет свой клад в общее дело россия как более крупное и мощное государство предоставит беларуси необходимые ресурсы и поддержку но при этом будут уважать ее суверенитет и национальную идентичность мавис также предсказывала что объединение россии и беларуси станет примером для других стран показывая как можно успешно интегрироваться сохраняя при этом свои уникальные особенности она верила что новый союз станет символом единства и сотрудничества вдохновляя другие народы на создание подобных интеграционных проектов итальянская предсказательница мавис чьи пророчества россии и других странах уже привлекли внимание также предсказывала будущее сша ее ведение о будущих проблемах сша было мрачным и предостерегающим мавис утверждала что политическое устройство сша станет причиной множества внутренних проблем которые в конечном итоге приведут к значительным потрясением стране по ее словам основная проблема сша кроется в их политической системе которая со временем потеряет свою стабильность демократические институты на которых зиждется американское общество столкнется с серьезными вызовами внутренняя поляризация и политические разногласия будут углубляться что приведет к росту напряженности и конфликта внутри страны мавис также предсказывала что экономические проблемы усугубят политическую нестабильность нарастающий государственный долг неравенство в доходах и социальные проблемы станут источниками постоянного недовольства среди населения она предрекала что эти факторы приведут к массовым протестам и беспорядкам которые еще больше ослабят американское общество кроме того мавис считала что внешняя политика сша также несет свой вклад в будущие проблемы страны стремление глобальному доминированию и вмешательства дела других государств создадут множество врагов и приведут к новым конфликтам по ее мнению сша постепенно утратит свое влияние на мировой арене сталкиваясь с возросшей конкуренции со стороны других держав мавис предсказывал что сша ожидает не только политические и экономические трудности но и серьезные несчастья которые постигнут страну в будущем она говорила о природных катастрофах эпидемиях и других бедствиях которые обрушатся на страну моменты ее наибольшей уязвимости одним из главных предсказаний мафис было упоминание о возможной экономической катастрофе которая нанесет удар по финансовой системе сша она предрекала крак фондового рынка массовые банкротства и значительное падение уровня жизни это событие станет серьезным испытанием для американской экономики и приведет к долгосрочным последствиям также мавис предсказывал что сша столкнуться с эпидемиями и и новыми болезнями которые нанесут серьезный ущерб здоровью населения наговорила вирусах который будет распространяться с большой скоростью и затронут миллионы людей эти эпидемии по ее мнению станут результатом в как естественных процессов так и человеческой деятельности включая биотехнологии и генные эксперименты мавис также предупреждала о природных катастрофах такие как землетрясения ураганы и наводнения которые будут наносить разрушительный удар по инфраструктуре и жизням людей она считала что изменение климата усугубят эти проблемы делая природные явления более экстремальными и частыми еще одним важным аспектом пророчеств мавис было упоминание о социальных беспорядках и росте преступности она предсказывала что внутренние конфликты вызваны экономическими и политическими проблемами приведут к увеличению насилия и беззакония мавис утверждала что это создаст атмосферу страха и нестабильности что затруднит усилия по восстановлению порядка и мира в стране девочки и мальчики сегодняшнем виде мы с вами рассмотрели удивительные в то же время тревожные пророчества итальянской предсказательницы мавис ее видение о будущем россии сша изменение мирового порядка предоставляет нам уникальную перспективу на возможные события ближайшие десятилетия узнали о предсказаниях касающихся возвращения крыма возрождение процветания россии а также а трудности которые ожидают сша эти пророчества напоминают нам о важности духовного и экономического развития а также необходимости быть готовыми к изменениям и вызовам а что вы думаете о предсказаниях мавис согласны ли вы с ее видением будущего оставляйте свои комментарии под этим видео нам очень интересно узнать ваше мнение может быть у вас и свои предсказания или мысли о будущем мирового порядка поделитесь им с нами если вам понравилось это видео не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал чтобы не пропустить новые выпуски нажмите на колокольчик чтобы получать уведомления о свежих видео и быть в курсе всех новостей и предсказаний благодарим вас за просмотр и поддержку желаемого мира добра и благополучия пусть ваше будущее будет светлым и наполненным радостью до новых встреч на нашем канале